Краевые соревнования по керлингу это первый турнир нового сезона. На лед вышли 10 команд. Все представители Сочи. Дело в том, что этот вид спорта развивают только в Олимпийской столице. В наследство от зимних игр городу достался ледяной куб. Единственная в крае площадка для шахмат на льду. Интерес к керлингу в Краснодарском крае непосредственно в городе Сочи на данный момент большой. Популяризируется. После каждого соревнования приходят детишки. Мы им устраиваем открытые уроки. После этого они заинтересовываются и остаются играть, тренироваться. Сегодня спортсмены на первый турнир сезона вышли на свежий лед. Его во дворце спорта готовит профессиональная команда айсмейкеров. Лед соответствует всем международным стандартам. Для керлинга подготовка льда это особый процесс, потому что он кардинально отличается от подготовки льда для хоккея, для любых зимних видов спорта. В керлинге очень важно очень ровный лед, поэтому заливка перед всеми соревнованиями происходит поэтапно, многослойно, слой за слоем. Вообще сочинская площадка с шестью профессиональными дорожками уникальна не только для Краснодарского края, для всей страны. Наши команды выезжают в основном в город Дмитров Московской области на соревнования отборочные на чемпионат России или миксовые соревнования, дабл микс. Также проходят в Новосибирске, но в основном все соревнования проходят в Сочи. Так, в конце ноября Ледяной Куб примет первенство мира по керлингу. Кто будет представлять Сочи и весь регион на важном турнире, решат в том числе и нынешние краевые состязания. Здесь же решится, кто будет отстаивать честь команды на первенстве России. Эти соревнования очень серьезные, они нам нужны, потому что следующее у нас будет первенство до 18 лет и мы должны показать хороший результат. Волнительно, это очень значимый для нас отбор. Мы очень рады, что добились такого результата. Кто из сочинских спортсменов будет бороться за медали всероссийских и международных состязаний, станет известно 29 сентября.